добрый день мои хорошие вы на канале светлана лосевой и это канал о вязании сегодня хочу вам предложить очень милый эффектный пуловер с косами у нас будут использоваться необычные интересные косы которые будут составлять половину лицевая гладь половина полупатентная резинка вот очень красивый вариант пуловера я думаю никого не оставит равнодушные и ценители вязания оценят этот эту модель по достоинству это бренд шейна я вам сейчас вот предлагаю увеличиваю вам показываю узор как он смотрится как он вяжется в образный вырез у нас по переду идет и резиночка планочка по низу рукавчиков и спинки переда резиночка один на один это фабричная вещь который перед вами вяжется на машинке мы будем сегодня я разрабатываю вам схему рассказываю как вязать то есть у нас будет сегодня вариант для ручного вязания проект рассматривает именно ручное вязание будем сегодня составлять сами описание для размеров 44 44 46 48 50 52 54 по спинке давайте тоже показываю здесь цель на вязаный планочка вы видели по v-образному вырезу и здесь здесь тоже у нас идет цель на вязаный планочка ее можно сшить по плечу можно сшить по середине да то есть как вы решите по спинке тоже идет узор как вы видите такой же красивый и также идет планка по низу резиночка один на один то есть это классика классический вариант исполнения когда детали вяжутся отдельно а потом все сшивается да в общем красивый такой персиковый цвет сегодня вам будут предлагать в своем описании пряжа хорошая мягкая качественной турецкая то есть бюджетный вариант несложное вязание в принципе узор несложно вяжется вы можете конструкцию конечно же под себя из меня девочки всегда очень приветствую творческий подход я сама люблю все не по написанному вязать а что-то там вносить свои какие-то изюминки поэтому пожалуйста с удовольствием рассматриваю все ваши варианты которые вы мне предлагаете ну а сейчас давайте если вам нравится эта модель давайте с вами более детально углубимся в описание вязания и я начинаю показ выбора пряжи дорогие рукодельницы я очень рада что вы зашли на мой канал если вы впервые на моем канале не пожалуйста не забудьте подписаться на моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком и будет еще больше будет узнавать о новинках моего канала сразу же не забудьте поставить лайк под видео это поднятый верх пальчик ваши лайки повышает рейтинг видео и это не пустые слова и к тому же так видео попадает вашу папочку понравившихся для вязания джемпером я предлагаю очень хорошую пряжу турецкого производства я арт мирина да люкс 50 мягчайшая пряжа хорошие скруточки давайте параметраж и и поговорим так цвет такой нежно какой-то персиковый 565 конечно цвет вы можете сами выбрать 100 грамм 280 метров 49 процентов шерсть 51 процент акрил спицы я взяла тру и три с половиной и вот такой у нас получается вид узора здесь связано две косы которые у нас собственно и идут зеркалится да и в общем то вот такой вид имеем пряжа нежная как я уже сказал очень мягкая приятной средней толщины вот я вам покажу немножечко пушится очень приятно с ней увязать я в общем-то в большом как говорится восторге мне нравится эта пряжа очень нравится узор такие косы привлекательные так они завораживают в этом узоре девочки только кажется что он сложно вяжется на самом деле когда приступаете вязать там очень все как бы логично складывается поверьте мне узор не сложный логичный очень логичный узор вот поэтому давайте посмотрим схемочку я нарисовал схемочку этого узора тема вязания нас выглядит вот таким образом значит у нас будет с вами ширина мотива 20 петель и высота 40 рядов это не сложный вариант здесь у нас используются очень распространенные такие смотрите горизонтальная черточка это изнаночная петля а вертикальная черточка это лицевая петля и вот эти все знаки это перекрещивание 4 петель налево и вот это 4 петли направо ничего сложного нет очень логичный узор вы поймете когда будем с вами вязать образец вот делайте скрин девочки экрана чтобы схему себе скопировать дальше у нас есть выкройка выкройка вот такая тоже классика спущенный рукав небольшой окатик я разглядела у оригинала модели вот все размеры я расскажу в расчетной части после того как свяжем образец узора вот и там же будет все детально разбираться как располагаем узоры и так далее далее у нас с вами будет вот такое описание которое я всегда выкладываю под видео здесь идет полная инструкция с последовательностью ваших действий по вязанию этого этого пуловера да то есть спинка у нас перед рукавчики все нюансы прописываю как закругляем как убавляем где что насколько петелек приходится откуда взялось это количество петелек тоже я объясняю то есть все все подробно у нас сегодняшнем видеопроекте рассматривается а сейчас мои хорошие давайте приступим к вязанию образца узора для вязания образца я набрала 24 петли сейчас мы с вами свяжем давайте свяжем первый ряд начинаем вязать узор 1 кромочная вяжу лицевой петлей далее вяжем 2 изнаночные начинается наша первая коса у нас их будет 2 и они будут зеркалица так в кассе первые вяжем 2 лицевые затем перекрещиваем 4 петли налево снимаем 4 петли на правую спицу первые две петли будут перед работой следующие 2 за работой поменяли их местами и вяжем все 4 лицевыми раз первый ряд всегда сложно вязать вы знаете да два три четыре еще в кассе у нас получается 2 лицевые затем идут 2 изнаночные 2 коса вяжем 4 лицевые раз два три четыре и далее 4 петли вяжем патентной вязкой патентной вязкой у нас будет состоять из двух рядов рапорт первый ряд показываю вяжем делаем накид петлю снимаем не провязывая далее быть лицевая снова накид петлю снимаем не провязывая лицевая вот 4 петли патентного узора связали и осталось у нас 2 изнаночные это помимо косы кромочная тоже вяжем изнаночной переворачиваем наше вязание я сейчас покажу как вяжется четный ряд патентная вот наш второй ряд патентного узора ну кромочную снимаем первые две это петельки у нас которые были изнаночные вяжем 2 лицевые и вот сейчас 4 петли патентного узора вяжем следующим образом первую петлю вяжем изнаночной вторую лицевой там где у нас была накид и петля снималась не провязывая в изнаночном ряду она вяжется лицевой да опять изнаночная и снова петля с накидом вяжется лицевой вот 4 петли вот так вяжется второй ряд патентного узора и далее у нас вяжется как смотрят петли второй ряд да и все четные различия лишь вот в этих патентных петельках они будут у нас часто встречаться здесь нужно конечно проявлять внимательность так третий ряд у нас третий ряд давайте сразу начнем вязать третий ряд вяжем первые 2 изнаночные 1 коса опять будут перекрещивание у нас сейчас на лево 4 петли первые 4 петли косы перекрещиваем налево следующим образом первые две петли перед работы следующие 2 за работой меняем их местами и вяжем первая петля у нас лицевая вторая у нас будет петля накид патентная вязка у нас уже пошла получается на нас накид петлю снимаем не провязывая и далее вяжем 2 лицевые следующие 4 петли снова перекрещиваем налево сняли 4 петли на правую спицу и меняем местами первые 2 перед работой следующие 2 за работой меняем местами все 4 вяжем лицевыми все косу связали далее носу тут 2 изнаночные и в следующие следующие 2 косе вяжем неизменно 4 петли лицевые 4 петли патентный узор лицевой ряд у нас вяжется в ям уже показывал делаем накид петлю снимаем не провязывая лицевая до накид петлю снимаем не провязывая лицевая косу связали две изнаночные и кромочные изнаночные 4 ряд я показывать не стану поскольку вы уже умеете вязать в патентном узоре изнаночный ряд я уже показывал как вязать а все остальные петли вяжем как смотрят они не забываем про патентные узор патентной петельки вот здесь они уже у нас начинались с вами вот здесь в косе в первой кассе их тоже надо вязать патентными петельками у нас 5 ряд узора вяжем следующим образом 2 изнаночные и далее у нас идут патентные петельки делаем следующим образом их вяжем первая петля у нас идет лицевая 2 петля с накидом снимается дальше вяжем перекрещивание 4 петель направо налево 4 петли сняли и поменяли местами первые две перед работой 2 следующие за работой те которые за работой вяжем как лицевая петлю снимаем не провязывая с накидом то есть вот эти четыре петли у нас сейчас будут патентной вязкой вязаться а вот эти петли 4 лицевые будут оставаться вот так коса наша разъединяется на две части далее нас вяжется 2 изнаночные во второй косе мы вяжем 4 лицевые и 4 петли патентным узором накид петлю снимаем не провязывая лицевая накид петлю снимаем не провязывая лицевая и 2 изнаночные кромочные тоже изнаночные переворачиваем наше вязание шестой ряд вяжем патентные узоры как патентные остальные петли вяжем как они на нас смотрят вяжем седьмой ряд итак первую петлю снимаем далее идут 2 изнаночные и коса наш начинается 4 петли патентный узор вяжем 1 петля лицевая затем делаем накид петлю снимаем и провязывая снова лицевая накид петлю снимаем не провязывая далее идут 4 лицевые связали первую косичку дальше идут 2 изнаночные промежуточные 2 косе вяжем 4 лицевые и 4 петли патентной вязкой накид петлю снимаем лицевая накид петлю снимаем лицевая и 2 изнаночные кромочная тоже изнаночная 7 ряд связали восьмой ряд вяжем как смотрят петли патентной петельки вяжем патентом узором 9 ряд у нас быть такой же как 7 вяжем первые 2 изнаночные затем 4 петли патентный узор лицевая петлю снимаем с накидом не провязывая снова лицевая петлю снимаем с накидом не провязывая 4 лицевые 2 изнаночные следующей косе 4 лицевые 4 петли патентного узора петлю снимаем с накидом лицевая петлю снимаем с накидом лицевая стали с 2 изнаночные кромочная так связали переворачивая 50 ряд вяжем как мудрит петли 11 ряд у нас вяжем 2 изнаночные 1 коса продолжается вязаться как 4 петли патентного узора 4 лицевые вяжем патентный узор лицевая накид петлю снимаем лицевая накид петлю снимаем 4 лицевые 2 промежуточные изнаночные и 2 кассе сейчас перекрещивание начинается перекрещиваем будет направо будьте внимательны вяжем первые две лицевые а следующие 4 петли перекрещиваем направо снимаем их на правую спицу сняли до до далее первые две за работой следующие 2 высвобождаются перед работой поменяли местами первые две вяжем лицевыми а следующие 2 вяжем тоже лицевыми вот так а здесь осталось патентная вязка делаем накид петлю снимаем не провязывая лицевая 2 изнаночные кромочная так все 12 ряд вяжем самостоятельно 13 на сами ряд вяжем 1 коса без изменений оставляем также 2 изнаночные 4 петли патентный узор лицевая накид петлю снимаем лицевая накид петлю снимаем 4 лицевые промежуточные 2 изнаночные во второй кассе перекрещивание делаем следующим образом 4 петли перекрещиваем направо сняли 4 петли меняя местами первые две за работой следующие 2 перед работой те которые первые 2 перед работой вяжем как лицевая петлю снимаем с накидом не провязывая следующие 4 петли перекрещиваем также направо сняли 4 петли на правую спицу первые две за работой следующие 2 перед работы поменяли местами провязали первые две лицевыми следующие две тоже лицевыми вот так осталось у нас 2 изнаночной кромочная изнаночная вот так сейчас у нас вырисовывается уже узор вяжем 14 лет самостоятельно 15 ряд в первой косе неизменно у нас все вяжется первые две изнаночные и в косе 4 петли патентного узора вяжем и 4 лицевые затем 2 изнаночные промежуточные а во второй косе у нас опять идут сейчас перекрещивание но вот первые две петли у нас патентный узор уже мы включили его то есть вяжем 1 лицевая затем накид петлю снимаем не провязывая а вот следующие 4 петли будут перекрещиваться направо мы снимаем 4 петли на правую спицу первые две у нас за работой следующие две перед работой и вот эти первые две мы вяжем патентным узором уже включаем их патентный узор делаем лицевую накид петлю снимаем не провязывая все те которые за работой вяжем как две лицевые и еще две лицевые остались далее у нас вяжется 2 изнаночной и кромочная изнаночная 16 ряд вяжем самостоятельно не забывая про патентные петли они у нас из в первой косе его 2 же по 4 становится у нас с вами сейчас 17 ряд будет вяжем очень простой здесь нет перекрещиваний мы вяжем просто 2 изнаночные патентный узор то есть у нас идет лицевая затем у нас идет с вами накид петлю снимаем не провязывая снова лицевая накид петлю снимаем 4 лицевые 2 изнаночные во второй косе тоже 4 петли платой патентным узором то есть лицевая петля снимаем с накидом лицевая петлю снимаем с накидом и 4 лицевые связали 2 косу далее идут 2 изнаночной и кромочная тоже изнаночная видите такой простой ряд 19 ряд вяжем такой же как 17 21 ряд у нас с вами потому что 19 мы связали такой же как 17 сейчас начнутся перекрещивание в первой косе сняли первую петлю 2 изнаночные сейчас будем перекрещивать но первые петли мы вяжем пока 1 лицевая петлю снимаем с накидом не провязывая это пока остается патентным узором а вот следующие 4 петли перекрещиваем с вами налево сняли 4 петли на правую спицу первые 2 перед работой следующие 2 за работой все 4 вяжем лицевыми и остались еще 2 лицевые вот так следующие 2 изнаночные тут и в нашей вот в этой косички вяжем 4 петли патентный узор и 4 лицевые 2 изнаночные кромочная изнаночная так переворачиваем вязание вяжем самостоятельно 22 ряд 23 ряд в первой косе перекрещивание сняли первую петлю не провязывая 2 изнаночные сейчас перекрещиваем с вами 4 петли налево сняли 4 петли на правую спицу первые две перед работой следующие 2 за работой и поменяли их местами и вяжем первые две лицевые и эти две тоже вяжем лицевыми пока так и остались еще 4 петли которые также будем перекрещивать налево сняли 4 петли на правую спицу первые две перед работой следующие 2 за работой меняем местами и вяжем первые две у нас лицевые а вот следующие две вяжем как уже патентный узор накид петлю снимаем не провязывая лицевая затем идут 2 изнаночные во второй косе вяжем 4 петли патентного узора 4 лицевые до лица так 4 петли патентного узора и 4 лицевые 2 изнаночные кромочная изнаночная связали 24 ряд вяжем самостоятельно 25 ряд вяжем следующим образом первые 2 изнаночные в косе 1 продолжаются перекрещивания первые 2 петли вяжем лицевыми а следующие 4 петли перекрещиваем с вами налево сняли 4 петли на правую спицу первые две перед работой следующие 2 за работой поменяли местами вяжем первые 2 лицевые следующие 2 включаем в патентную вязку делаем накид петлю снимаем не провязывая лицевая здесь остались еще 2 патентные петли до делаем накид петлю снимаем не провязывая лицевая все из 1 косой далее тут 2 изнаночные во второй косе у нас с вами неизменно и вяжется патентный узор лицевая накид петлю снимаем лицевая накид петлю 4 лицевые 2 изнаночные кромочная тоже изнаночная так вот что получается у нас с вами уже переворачиваем вязание вяжем с вами самостоятельно 26 ряд 27 ряд 29 ряд мы сейчас будем вязать как смотрит на нас петли то есть 4 лицевые 4 петли патентный узор и во второй косе 4 петли патентный узор 4 лицевые давайте это свяжем я вам покажу на примере 27 ряда да то есть 2 изнаночные в косе 4 лицевые 4 петли патентный узор делаем сами накид петлю снимаем не провязывая лицевая накид петлю снимаем не провязывая лицевая 2 изнаночные по второй косе вяжем лицевая накид петлю снимаем не провязывая снова лицевая накид петлю снимаем не провязывая снова 4 лицевые и далее остались 2 изнаночные кромочная изнаночная так ну и 29 самостоятельно вяжем 31 ряд у нас 29 самостоятельно вы связали такой же как 27 до 31 ряд вяжем следующим образом в кассе в 1 у нас вяжется неизменно 4 лицевые 4 петли патентного узора а вот во второй кассе начинаются перекрещивание снимаем первую петлю и 2 изнаночные вяжем в кассе 1 вяжем 4 лицевые 4 петли патентный узор 2 изнаночные во второй кассе будьте внимательны первые две петли лицевые можно их сделать продолжать патентный узор но нет смысла сейчас тут будут перекрещивание начнутся хотите сделайте патентный узор то есть делаем накид петлю снимаю не провязывая а вот следующие 4 петли перекрещиваем с вами направо сняли 4 петли на правую спицу первые две за работой следующие 2 перед поменяли местами вяжем первые две петли лицевые следующие две петли у нас тоже лицевые и вот здесь две петли у нас продолжают пока оставаться лицевыми тоже про вяжем их лицевыми далее у нас идут 2 изнаночные и кромочные изнаночные 32 ряд самостоятельно вяжем 33 ряд вяжем следующим образом первые 2 изнаночные в первой кассе у нас вяжется первые 4 лицевые следующие 4 патентный узор вяжем 4 лицевые 4 петли патентный узор затем идут 2 изнаночные в кассе номер два делаем крупные перекрещивания сейчас у нас будет два раза по 4 петли перекрещиваться сняли первые 4 петли на правую спицу первые две за работой следующие 2 перед работой поменяли местами вяжем все 4 лицевыми 1 2 3 4 следующие 4 петли также перекрещиваем с вами направо сняли 4 петли на правую спицу первые две за работой следующие 2 перед работой и вот здесь сейчас у нас первые 2 можно связать лицевыми а вот следующие 2 надо уже заменять на патентный узор то есть мы вяжем с вами накид петлю снимаем не провязывая лицевая 2 изнаночные кромочная тоже изнаночная поменяли местами переворачиваем вязание да и у нас с вами получается 34 ряд самостоятельно вяжем 35 ряд у нас с вами и мы вяжем первую кассу без изменений 2 изнаночные 4 лицевые 4 петли патентный узор 2 изнаночные сливка следующие в косе перекрещивание сейчас первые 2 лицевые а вот центральные 4 петли перекрещиваем направо сняли 4 петли на правую спицу поменяли местами первые 2 за работой следующие 2 перед работы вяжем первые 2 у нас будут вязаться как 2 лицевые а вот следующие 2 включаем в патентный узор те которые за работы мы вяжем первую петлю с накидом снимаем 2 лицевой снова патентный узор накид петлю снимаю лицевая 2 изнаночные кромочная изнаночная так вот что получается переворачиваем вязание 36 ряд самостоятельный у нас 37 39 ряды вяжем как смотрят петли то есть там где у нас лицевые петли вяжем лицевые там где патентный узор вяжем патентный узор показываю первая петля у нас снимается не провязывая 2 изнаночные затем 4 лицевые 4 петли патентный узор 1 2 3 4 2 изнаночные следующей косе также 4 лицевые и 4 петли патентный узор накид снимаем лицевая накид снимаю лицевая и остались 2 изнаночные кромочная тоже изнаночная вот так у нас получается с вами тридцать девятый ряд самостоятельно вяжем такой же как тридцать седьмой и вот связав 40 рядов у нас рапорт начинает повторяться с первого ряда наша задача сделать влажную тепловую обработку нашего связанного образца и определить плотность нашего вязания так делаем влажную обработку горячим пар тянем наш образец в разные стороны так надо обратить внимание на наших кромочные петельки потому что их нас уже выпрямить они у нас будут принимать участие в расчетах они не очень-то любят выпрямляться обычно но надо очень постараться так насколько это стал возможным выпрямили мы и кромочные оставляем сохнуть образец у нас 24 петли в образце и я измеряю ширину 14 сантиметров 14 сантиметров получается 24 петли разделим на 14 сантиметров получим плотность 1,7 запишем в одном сантиметре 1,7 петель у нас получается теперь по вертикали измеряем по вертикали измеряем также простой линеечкой прикладываем и так у меня 16 с половиной сантиметров и в нашем образце 40 рядов я ровно связала давайте 40 разделим на 16 с половиной сантиметров получая плотность 2,4 также запишем что в одном сантиметре у нас 2,4 ряда умещается теперь вот с этими цифрами будем сейчас делать расчеты для вязания мы будем сейчас делать описание вот по этой выкройке девочки здесь мы будем рассматривать сегодняшнем нашем видеопроекте 44 46 размер 48 50 и 52 54 первый размер 44 46 ширина спинки и переда будет 53 сантиметра второй размер 48 50 будет 56 сантиметров ширина спинки переда как вы понимаете вяжется все детали раздельно спинка перед два рукава потом все сшивается длина изделия 58 59 60 также по размерам распределяется и давайте более подробно сколько петель набирать значит все начинается связание резинки резинка 1 на 1 на высоту 8 сантиметров вяжем и у нас будет набираться на спицы номер три берите спицы поменьше потому что основное вязание будет на спицах три с половиной я набираю 90 96 102 петли почему эти цифры откуда я взяла объясняю смотрите у нас с вами 53 сантиметра и плотность мы с вами сегодня определили вот наша плотность в одном сантиметре 1,7 петель плотность мы 53 сантиметра умножаем на нашу плотность 1 из 7 и получаем 90 петель теперь понятно откуда я взяла это число аналогично я считала и эти размеры понятно да вы вправе изменить конечно же свою ширину поставить и свои петельки самый авто второй основной момент самый тоже очень важный как распределить узоры раппорт узора составляет 20 петель вот в него входят две косы и вот между ними вот эти изнаночные 2 изнаночные здесь 2 изнаночные здесь для симметрии мы когда вязали образец мы добавляли справа еще 2 изнаночные они у нас с этого начинают вязаться наш узор да и плюс еще у нас добавлялась две кромочные мы вязали 24 петелька в суде вот но раппорт составляет 20 петель поэтому вот здесь я нарисовала девочки как мы будем располагать узоры значит 4 раппорта подряд у нас идем идут затем мы добавляем еще 8 петель то есть вот эту косу для симметрии мы добавляем с нее мы начинаем и ей же мы и заканчиваем да то есть вот вы начали 24 раппорта подряд по 20 петель связали вот добавляете еще вот эту косу вот эти 8 петель первые по рапорту и в общем с двух сторон еще кромочные сумме это будет 95 понятно как вязать да для второго размера я нарисовал 96 до смотрите тот же костяк берете вот этот 90 петель но 3 изнаночные справа 3 изнаночные слева добавляете и в сумме это будет 96 петель понятно третий размер берете опять этот же костяк 90 петель добавляете начинайте вязание кромочная 4 лицевые 2 изнаночные затем вяжите 4 раппорта подряд по 20 петель добавляете еще 8 петель ну то есть вот эти 90 петель это я вот выделила здесь да затем 2 изнаночные 4 лицевые и кромочные сумме это составит 102 петли для 52 54 размера вот это очень все легко и понятно в принципе выглядит так теперь давайте по спинке распределение петель у нас идет по вырезу горловины и по плечам на вырез горловины при ширине 19 сантиметров первый размер приходится 32 петли как считала те же 19 умножал на плотность 1 из 7 на 1 из 7 получилось 32 петли также считал для других размеров 34 36 на 3 размер петель все что осталось это петли плеч получилось первый размер 29 31 петлю 33 петли высота проймы у меня будет на первый размер 20 сантиметров на второй размер 21 и на 3 22 сантиметра это вот я здесь нарисовал на рукавчики понятно что было дальше перед и спинка вяжется совершенно одинаково различились вырезе горловины значит вырез горловины по спинке я сделала глубиной 2 сантиметра как его связать я рассказываю в своем описании под видео это текстовое описание которое я выкладываю мы сами его вместе составляю вот сейчас я вам рассказываю да и там я все суммирую и у меня идет полная инструкция по вашему вязанию то есть там я подробно останавливаюсь на том как закрыть эти петли почитайте пожалуйста самостоятельно сейчас вот до такой тонкости я занимать время видео не стану до дальше v-образный вырез у нас здесь будет связаться с вами планка планка цель на вязаная на пяти петлях вместе с кромочной так 4 петли то есть вот здесь у нас будет совете этот узор с нашими красивыми перекрещенными косами да вот и здесь это коса разделяется на две части 4 петли идут сюда 4 петли идут на другую сторону вот эти 4 петли они у нас будут идти как в общем-то планка цель на вязаная то есть они у нас образуют цель на вязаную планку вот цель на вязаная планка потом вверх еще вяжется на высоту 10 11 сантиметров для того чтобы потом перейти по спинке вот сюда ее пришить понимаете да вот здесь планчиков в процессе сборки пришьется затем и здесь будет небольшой шовчик посередине по спинке так если вас это не не нравится как сделано то планка девочки игнорируйте это ерунду делайте как обычно убавки и затем в конце при сборке свяжите на круговых спицах планочку себе то есть здесь пожалуйста включайте свою фантазию и в общем то мне честно сказать не нравится как выполненных планка я бы сделала ее потом позже да то есть как обычно мы набираем и делаем v-образную планочку вяжем вот здесь в центре у нас идут три петли вместе убавляются то есть три вместе провязывается с выделением центральной петли я бы так сделала но мы придерживаемся того что у нас есть в оригинале а вы в оригинале нам надо будет сделать убавки 5 петель у нас ушли на планку а у нас необходимо чтобы спинка и перец совпали по плечу да то есть 29 вот первый размер и по перду тоже надо 29 с поскольку 5 петель у нас ушли на вырезка нам надо всего лишь не 32 делить пополам как мы обычно убавки делаем до а всего а минус еще 5 то есть 16 минус 5 будет 11 петель и высоту вырезая сделала 18 сантиметров и в переводе в ряды это будет 44 ряда как переводим в ряды 18 так 18 сантиметров я умножаю на плотность по вертикали 2 и 4 получается вот 44 ряда видите вот у нас в одном сантиметре 2,4 ряда вот и это будет вот 44 43 на 44 наберется четное число вот эти 44 легко поделить на один спеть и да будет в каждом четвертом ряду убавка таким образом мы выйдем сами на 29 петель плеча что плечики нас с вами одинаково перед и спинки были а оставшиеся пять петель цель навязанной планки то есть убавки будут идти после вот этих петель цена вязаной планки понятно да они остаются неизменные вяжутся у нас по всему вырезу так и вяжутся они в виде резинки один на один то есть там лицевая значница вас знать просто 1 кромочная то есть всего 5 петель я это все пишу в описании я думаю что вы не запутаетесь так дальше давайте с вами сразу на руках перейдем у рукавчика набираем также на планочку нижнюю 42 44 46 петелек вяжем на высоту 8 сантиметров и затем начинается убавки по скосу у меня получается самая широкая часть рукава с небольшим окатом это 68 петель первый размер 70 петли 2 7 4 петли 3 как я считала то же самое девочки вот настоит мерочка 20 сантиметров ну то есть это половинчатый рукав да если мы продолжим это будет 40 сантиметров 40 сантиметров и вот на первый размер 40 сантиметров умножаем на плотность по горизонтали 1 из 7 получаем 68 5 поэтому отсюда берутся эти цифры второй размер 72 я также считала только ширину брала не 20 а второй размер составляет ширина рукава 21 на 2 то есть 42 сантиметра на 3 44 сантиметра а теперь из вот этого количества 68 1 размер вычитаем то что у нас по низу идет 42 получается число 26 петель 26 петель делим на 2 у нас 2 скоса и на каждый скос нам необходимо будет прибавить в итоге 13 петель как их прибавлять для этого вам необходимо тоже сделать несложные вычисления у нас с вами надо определить высоту скоса то есть вот где у нас будет идти эти прибавки и прибавки сделать равномерные расстояния как это сделать если у меня общая длина рукава составляет 46 половиной сантиметров ваша мерка должна быть индивидуальная то есть это я говорю средний такой вариант у вас разные у нас разный рост да то есть в принципе вот эта длина изделия тоже должна быть вами изменена или подкорректирована не в ту или иную сторону в зависимости от желания вашего какой его длину видите своего джемпера да и от своего роста конечно же то есть все мерки должны быть индивидуальные пересчитать несложно здесь будут небольшие изменения так и вот после того девочки как мы с вами определим длину скоса в моем случае это 36 половиной сантиметров 36 половиной сантиметров как считала сорок шесть половиной отнять 8 и у нас небольшой аккад на высоту 2 сантиметра получается 36 с половиной я умножаю на вертикальную плотность 2 целых четыре десятых мы и считали до получаем восемьдесят восемь рядов и теперь восемьдесят восемь надо разделить на эти петли по скосу 13 считаем восемьдесят восемь рядов на 13 петель которые надо прибавить делим получаем вот такое число то есть у нас не 6 не 7 в таких случаях рекомендуют делать прибавки чередуя первую прибавку шестом ряду то есть шестом ряду следующую прибавку в седьмом шестом седьмом и так 13 раз чередуя вы сделаете нужное количество прибавок для вторых двух остальных размеров у меня получилось по 14 петель и там у меня получается сейчас давайте 88 разделить на 14 ну прибавка в каждом шестом ряду будет идти это вы увидите в описании и длину если пересчитаете то у вас получится ваши цифры ваши цифры а катик тоже маленький скромный такой на высоту всего четыре ряда у меня и как сделать эти у бабочки пока то я пишу в описании здесь сейчас не хочу об этом говорить загружать видео я не сказал как мы будем распределять вот на этих петлях узор когда свяжем планку я нарисовалась схематично это посмотрите первый размер 42 петли значит у меня начинается все связание 1 кромочная 1 изнаночная затем идет у меня 20 петель раппорта и затем идет 18 петель раппорта то есть я не довязываю вот эти две изнаночные по раппорту то есть вот эти две изнаночные у меня не не вошли в раппорт а здесь всего одна изнаночная вот я ее добавочная рисовала вот и кромочная сумме это 42 петли понятно для 2 размера 2 размер 44 петли здесь у меня получилось начинается все с кромочная затем идут 2 изнаночные вот к этим и затем 2 раппорта подряд все и кромочная по сути на 44 петли 3 размера у меня все начинается с 3 изнаночных затем идут 20 вот эти петель до затем то есть раппорта затем идут 18 петель раппорта и затем все заканчивается тремя изнаночными кромочные это 46 петель вот такое распределение по петельная может быть вам что-то захочется здесь изменить все прибавленные петли можно включать в изнаночную гладь по скосу да там все равно не видно будет но если вы любите все досконально соблюдать то включайте эти петли в узор по смысл там получится вот такая вот у нас получается история в принципе я все рассказала показала я думаю все это доступно стало и понятно вам я желаю вам девочки удачи я желаю что вы связали в красоту без проблем что все получилось и до новых встреч